Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Яна Лисовая. Сегодня выпуски. Вне зоны доступа. Из-за дождей поселок Береговой оказался в транспортной изоляции. Без девяти век Белогорский район отметил свою 91-ю годовщину. Первый звездный десант. В Благовещенск прилетели гости юбилейной амурской осени. За активное долголетие в областной столице стартовала спартакиада пожилых людей. Не переключайтесь, как всегда, все самое важное впереди. Поселок Береговой оказался в транспортной изоляции. Из-за дождей на севере области резко поднялся уровень воды в реке Гелюй. Паром пришлось вытащить на берег. В результате остановки паромного сообщения на обоих берегах Гелюя скопились грузовые машины, золотодобывающих артелей, а также легковые машины и такси. Пассажиров, которым надо было срочно добраться в Зею, переправили на другой берег на лодке. Вода в реке уже начала падать. Пятый день закрыта паромная переправа и возле села Агаджа в Селенджинском районе. Продукты в населенный пункт доставляют на моторной лодке. Каждый день уровень в реке Селимджи падает на 10-15 сантиметров, однако нужной отметки он пока не достиг. А вот на Амуре в районе Благовещенска паром, который возит грузовые автомобили, заработал. Уровень воды в реке опустился до разрешенных показателей. При этом баржа, которая перевозит обычные грузы, свою работу не останавливала. Сегодня в Амурской области последний день предвыборной агитации. Завтра наступает день тишины. В это время любая политическая реклама запрещена по закону. Уже в воскресенье 10 сентября в Преамуре пройдет сразу 176 избирательных кампаний разного уровня. Самые крупные выборы состоятся по избирательному округу номер 2 Райчихинский объединенный. Там будут голосовать за депутата законодательного собрания. Остальные кампании в органы местного самоуправления. Например, в Свободном 10 сентября жители решат, кто станет мэром города. Всего же в единый день голосования. Выборы пройдут в 22 муниципальных образованиях по всей области. Жители Благовещенска на несколько дней останутся без горячей воды. В областной столице и поселке Прогресс коммунальщики и энергетики будут тестировать техническое состояние тепловых сетей. В домах Благовещенца в горячую воду отключат с 8 часов 11 сентября. Появится она только к 15 сентября. Осенние гидравлические испытания пройдут на магистральных тепловых сетях Центрального, Северного, Северо-Западного районов и Тепломагистрали Тепличные. Основной момент испытаний состоится 12 сентября с 8 до 20 часов. Теплосети проверят повышенным давлением. После завершения проверки трубопроводов на прочность начнется подключение города к горячему водоснабжению. По плану 15 сентября к 23 часам вода должна появиться во всех районах Благовещенска. Все больше амурчан пользуются энергосберегающими лампочками в своих квартирах. Это отмечают специалисты Амурэнергосбыта. Филиал ДЭК подключился ко всероссийскому фестивалю «Вместе ярче». Всю следующую неделю энергетики будут рассказывать жителям Благовещенской области, как можно беречь свет и снизить цифры в своих квитанциях. Причем сэкономить удастся немаленькую сумму, продолжит Марьяна Геворкян. Это курица. И она очень быстро разогревается и тратится меньше электричества. Как тратить меньше электроэнергии, нужно знать даже детям. Пока родители сверяют данные и оплачивают квитанции в расчетно-кассовом центре Амурэнергосбыта, юные благовещенцы постигают АЗ энергоснабжения и рисуют в тематических раскрасках. Выключать свет в комнате, не оставлять в розетке зарядные устройства, заменить устаревшие лампочки. Эти простые истины иногда не знают даже взрослые. Как беречь электричество и, соответственно, снижать оплату в квитанциях, своим потребителям рассказывают специалисты Амурэнергосбыта в рамках акции «Вместе ярче». Здравствуйте. У нас проходит сегодня фестиваль по энергосбережению. В данной памятке указано, как беречь электроэнергию в доме, а также даже в вашей квартире. Почитаю. Хорошо. Спасибо. В первую очередь энергетики советуют заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие, светодиодные. Кроме того, обратить внимание на бытовую технику. Чем она современнее, тем экономичнее. Есть еще несколько хитростей. Необходимо светлые шторы, чистые окна, менять лампочки на светодиодные. У них и срок службы, кстати, больше, тоже экономия. Далее мы предлагаем светлые тона использовать в мебели. Это все позволяет экономить. И экономия в этом случае будет существенной. Как говорят специалисты, при умном подходе свои расходы на электричество можно снизить на 20%. К примеру, если в среднем в месяц на свет уходит 500 рублей, экономия составит 100 рублей. А за год в кошельке останется дополнительно 1200 рублей. Мы спросили у потребителей, экономят ли они электричество и переходят ли на энергосберегающие лампочки. Обычные. А почему так? По привычке, наверное, скорее всего. В общем, есть одна такая, но что-то она у нас быстрая-то самая вышла из строя. Ну, я считаю, что наши советские, они поярче, не знаю, ну, поприятнее, что ли, свет. Ну, переходим, конечно. Все переходят, да. Мода времени. Ой, да, наверное, уже лет пять. Ну, где-то в среднем лампочка работает два-два года, это максимум. Ну, это же экономично, но за свет мало. Поэтому всем советую. А что советуете? Лампочки энергосберегающие. Они экономически выгодные и долго служат. Кстати, сотрудники Амурэнергосбыта помогают снизить плату и за общедомовые нужды. По словам энергетиков, чем меньшую сумму люди видят в квитанциях, тем лучше их оплачивают. Также идет замена устаревших приборов учета. Необходимо обратить внимание на применение в местах общего пользования энергосберегающего оборудования. Это лампочки установки, датчиков движения для того, чтобы свет не горел постоянно. В домах с лифтами обратить внимание на содержание, на эти лифты, в каком они состоянии. При возможности, конечно, это оборудование необходимо заменить на новое энергосберегающее. Энергетики отмечают, благодаря этой работе несанкционированных подключений к сетям становится меньше. А значит, уменьшаются и цифры в квитанциях. Кстати, специалисты видят в этом большую заслугу старших домов. На сегодняшний день в областном центре СДЭК активно сотрудничают 220 представителей многоэтажек. Марьяна Геворкян, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Половина продаваемой алкогольной продукции на территории Преамурия реализуется нелегально. Об этом заявили в Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона на совещании с главами муниципалитетов. В заседании также участвовали представители контролирующих структур Роспотребнадзора УВД России по Амурской области. С начала года в Преамурии возбуждено 37 уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом алкоголя. По данным Росалкогольорегулирования, сейчас область занимает 33 место среди регионов страны по продаже водки через систему ЕГАИС, по продаже пива – 44. Предприниматели пытаются обмануть систему контроля. Некоторые продавцы заранее пробивают несколько бутылок с алкоголем через ЕГАИС, а затем реализуют в запрещенное законом время, но уже без пробития чека. Также на совещании дали рекомендации каждому муниципальному образованию и предложили обратить внимание на проблемы, характерные для их территорий. Например, в Ивановском районе активизировались таксисты, которые доставляют спиртное по адресам заказчиков в незаконное время. А в поселке Сиваки Магдагачевского района лицензии на реализацию алкоголя никто из предпринимателей не получил. Однако факты незаконной продажи спиртного были установлены. В Селимджинском районе в одном из магазинов занижали стоимость горячительных напитков. Бизнесменам напомнили, что неуплата штрафа за административные правонарушения теперь также может стать основанием для отказа, выдачи или продления лицензии на продажу алкогольной продукции, как и неуплата налогов. Житель Поднебесной попытался вывезти в Китай когти медведям. Нарушителя задержали на Благовещенской таможне. Девять когтей, предположительно, бурого или гималайского медведя, китаец спрятал под одеждой. По закону вывозить такой товар можно только имея специальные документы, которые выдает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном нарушении. Жителю КНР грозит штраф в размере от 1,2 до 3-х кратного размера стоимости когтей. Их цену выяснит экспертиза, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. В Благовещенск прилетели первые гости 15-го юбилейного фестиваля кинотеатра «Амурская осень». Среди 12 участников – звезда ситкома «Шесть кадров» Андрей Кайков, латвийская актриса Мирдзе Мартинсон и народная артистка России Наталья Егорова и многие другие. До 15 сентября они проведут творческие встречи в городах и районах области. Наш корреспондент Ростислав Азизов встретился со звездами и узнал, с каким настроением они встречают «Амурскую осень». С первыми артистами «Амурской осени» мы встретились в гостинице. Здесь они коротали время до отъезда в города области. Сначала в объектив нашей камеры попал на Ильги Мадеев, певец и участник шоу «Голос». В Благовещенск он прилетает уже в третий раз, однако вновь готов удивить публику своим голосом. У меня все практически свои песни я исполняю, соответственно будут на заднем плане клипы. Это то, что на протяжении всего времени я делаю. Этот город для меня стал родным, вторым родным городом, потому что зрители встречают на ура инновации. То есть как искренне к ним относятся, так они отдают тебе полностью все 200% всей этой энергетики, которую отдаешь ты. Ты целый год вспоминаешь об этом и думаешь, вот бы еще раз приехать. И по просьбам зрителей, администрации, вот уже третий год я приезжаю сюда и показываю свое творчество зрителям. Российская актриса театра и кино «Любовь Руденко», которая известна по сериалам «Завтра была война», «Холостяки» и «Путейцы», вспомнила, как ее принимали амурчане в прошлый раз. Мы играли в Саму Благовещенске и потом были у нас выездные концерты. Мы общались опять-таки с жителями областей и опять-таки я получила колоссальное удовольствие от публики, потому что очень теплые люди. Несмотря на то, что так мы далеко живем, мы в Москве. То есть вот так на карту посмотреть и через всю страну. Сделаем все, что сможем. Во всяком случае, все, что привезли из Москвы, сердце, душу, мысли, чувства, все отдадим. На Амурскую осень Любовь Николаевна приезжала 7 лет назад. Говорит, за эти годы Благовещенск стал красивее и современнее. О прежнем визите вспомнил и Эдуард Шульжевский. Он стал известным после участия в российских мюзиклах «Ноттердам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Также артист, неоднократный победитель престижных российских музыкальных премий и обладатель статуэтки «Золотой граммофон». Именно в прошлом году я выбрался сам без кого-либо на набережную и очень долго гулял. И потрясающие виды, и нахождение на Дальнем Востоке для нас это уже экзотика. Для тех, кто живет в Москве или для тех, кто, ну, как я вырос, например, на юге нашей страны, в городе Краснодаре. Мы приехали на неделю раньше, чем начнется сам фестиваль, чем произойдет открытие, для того, чтобы как раз поездить по Амурской области. И для меня это очень ценные концерты, потому что они проходят не в больших городах, а в поселках, в селах, в маленьких городах. Эти концерты всегда очень теплые. Андрей Межули – заслуженный артист России. Пошутил – хочет только хорошей погоды и солнце. Обещал свою работу перед зрителями выполнить на все сто процентов. Профессия моя такая – доставлять людям радость, в каком бы я состоянии ни находился. Вот сегодня будем на улице выступать. Нас не предупредили. Но мы будем выступать, несмотря ни на что. Дай Бог, чтобы светило солнце, и нас покормили красной икрой. Раздеваться никто не будет, я надеюсь. Стриптиза не будет. Танец живота никто не приготовил. Я думаю, что выучены хорошие песни, душевные и лирические. Поэтому этим мы будем удивлять. Вот душой и сердцем. Впереди у «Звездного десанта» около 30 вечеров и концертов. Творческая бригада будет разбита на 5 мобильных групп по 3 человека в каждой. До 15 сентября артисты побывают во всех муниципальных образованиях Преамурия. Открытие фестиваля кино и театра пройдет 16 сентября в общественно-культурном центре. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Многонациональную ярмарку организовали прямо в центре Кустанаевки. Так жители всех сел Белогорского района отметили его 91-ю годовщину. Ели бешбармак, сало и долму, перетягивали канат, мастерили кукол. На большом празднике побывал наш корреспондент. За канат взялись чиновники сельсоветов, школьники, аграрии, ветераны. Помериться силой решили все, кто приехал на большой праздник в Кустанаевку. Очень позитивно все, очень хорошо, красиво. Ну, просто сомнят, просто захлестывает эмоции. Вот так вот я скажу. Особенно канат. Это было что-то. Самых сильных и ловких селян встречает русская народная кукла в человеческий рост. За два дня ее создала мастерица из Васильевки Светлана Кантемирова. Сегодня для детей и взрослых она делает куклы попроще. 15 минут и детская игрушка готова. Платочек поднимаем, завязываем. Умничка. Завязываем. Вот так. Это русская традиционная лоскутная кукла, которая всегда давала радость людям и детям игрушку. Можно ее дарить как сувениром, как оберег, но большая часть это как игрушка развлекательная для детей. Белогорский – один из самых многонациональных районов Преамурия. Сейчас здесь живет полсотни разных народов. У национальной печи в Ишиванках первые переселенцы района – украинцы. У нас нету каких-то передряг между Россией и Украиной или какими-то другими национальностями. Нет, все живут мирно, спокойно. В этом году в праздник Белогорского района устроили праздник живота. Здесь еда из разных уголков мира. Гостей праздника угощают украинским салом, казахским бешбармаком, азербайджанской долмой. Зьет Мухамедиев родом из Узбекистана, однако уже почти 40 лет живет в селе Новом. Родственников соседей кормит настоящим узбекским пловом. Теперь решил накормить им всех гостей торжества. Секрет рецепту не рассказал, добавил лишь – за блюдом нужно пристально следить. Не переживай, допустим, лучше, чтобы не горел. Надо выбирать такие моменты, чтобы красновато было, не черно. Каждый год власти Белогорского района для празднования выбирают новое село. В этом году селян принимают жители Кустанаевки. Говорят, село одно из самых дружных и гостеприимных. Ну, как-то в Кустанаевке у нас есть хорошая площадка, да, и мы здесь проводили несколько раз портокяды. То есть, ну, такая уже готовая база, где можно поработать. И самое главное, что местные жители, глава сельсовета, они всегда радушно принимают всех. Большой районный праздник уже проходил в Никольском в прошлом году в Вожаевке. Где селяне в следующем году отметят день рождения района, решат в ближайшее время. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Новые школьные автобусы и машины скорой помощи получит Амурская область в этом году. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. На полторы тысячи школьных автобусов российские власти выделили из резервного фонда 3 миллиарда. В наш регион доставят 11 автобусов ПАЗ. Автомобили закупят напрямую у крупнейших российских автопроизводителей ГАЗ и УАЗ. Амурская область получит 11 машин, в том числе 4 автомобиля, приспособленных для работы в северных территориях. В них усиленная отопительная система. Кстати, по сравнению с другими дальневосточными регионами, Прямурия наравне с Приморским краем получит больше всего скорых. Что мешает жителям России рожать больше детей, решило выяснить Министерство труда. Ведомство распространило опрос о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Он завершится 10 сентября. Для участия в опросе необходимо заполнить анкету. Она размещена на официальном сайте Минтруда. В анкете около 30 вопросов. Среди них, что может повлиять на решение родить ребенка, что мешает этому, каким должен быть размер маткапитала. Последний крупный опрос проводился в 2013 году в клиентских службах пенсионного фонда. Тогда абсолютное большинство женщин высказались за продление действия материнского капитала. И такое решение было принято. Размер выплаты сегодня составляет чуть больше 450 тысяч рублей. За активное долголетие по таким девизам в областной столице открылась спартакиада пожилых людей. Средний возраст спортсменов, которые принимали участие в состязаниях, 55-60 лет. Однако, как говорят сами участники, годы для спорта не помеха. В Благовещенск пенсионеры приехали не за медалями, а за дружеским общением и здоровьем. Подробности в нашем сюжете. На параде открытия все 25 команд-участниц. Архаринский, Завитинский, Тындинский, Бурейский, Мазановские районы, Белогорск, Благовещенск. Спартакиада собрала спортсменов практически со всей Амурской области. 286 человек, которые, несмотря на свой золотой возраст, продолжают ставить свои спортивные рекорды. Действительно, вы сегодня являетесь олицетворением возможностей долголетия в наших суровых климатических условиях. Я понимаю, что каждая спартакиада – это не только праздник. Это пример для нашей молодежи, что модно сегодня быть здоровым. Модно сегодня заниматься всеми видами спорта. Спартакиада включила в себя 8 видов спорта – легкая атлетика, настольный теннис, дартс, городки, шахматы, плавание. Но самой зрелищной стала смешанная эстафета, которая и открыла эти состязания. Второй этап. Готов. Третий. Четвертый. Все строго, как на любых спортивных соревнованиях такого уровня. Перед забегом проверяют готовность всех этапов и только потом дадут старт. Пока идет эта процедура, спортсмены ждут отмашки. Валентина Гайдаш выступает за команду Михайловского района. Ей доверили начать эстафету. Первое упражнение – это новомодная скандинавская ходьба. Техника, говорит участница, несложная. На этой спартакиаде есть и новички, есть и свои звезды. Галина Данилова из сборной «Тынды» принимает участие в соревнованиях уже восьмой год подряд. Три года назад даже взяла призовое место по стендовой стрельбе. Но, по словам женщины, грамоты и титулы для нее не главное. В первую очередь для здоровья, конечно. Но соревнования очень интересные. А главное – для здоровья, движения. Смешанная эстафета, ставшая королевой этих соревнований – это восемь этапов и восемь сложных упражнений. Скандинавская ходьба, бег, кольца, мяч, скакалки, езда на самокатах. Молодому человеку пройти это испытание будет непросто, а пожилым тем более. Но наши пенсионеры доказали обратное. Спорт не только продлевает жизнь, но и делает человека счастливее. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Еще одна спартакиада, но уже среди студентов, прошла в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Традиционно соревнования проводятся в начале учебного года. Победители войдут в состав спортивной сборной учебного заведения. В комплексной спартакиаде приняли участие около полутора тысяч студентов. Все они учащиеся колледжа. Ребята соревновались в семи видах спорта. Кросс, прыжки в длину, волейбол, стритбол, а также шахматы и шашки. Эти состязания в учебном заведении уже традиционные, проходят в 13-й раз. Победители спартакиады войдут в сборную колледжа. Кстати, в прошлом году студенты учебного заведения заняли первое общекомандное место среди юношей на областной спартакиаде среди СУЗов, а девушки взяли серебро. На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru, пересматривать сюжеты в социальных сетях на страничке Амурского областного, в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»